Ну, на самом деле, встреча, конечно, была бы желательна для нас, для украинской стороны, но то, что она состоялась в таком формате, в котором она была, я не считаю, что это худший вариант, поскольку ее могло бы вообще не быть. Скажем так, сейчас в Вашингтоне тема Украины ушла с передовиц, она сейчас не входит даже в топ-10 обсуждаемых тем, то есть сейчас в основном с международных тем это Сирия, Ближний Восток, испытания там Северной Кореи и тому подобное. Поэтому Украина сейчас не в заглавии передовых СМИ, как это было еще даже год тому назад. Неудивительно, что приоритетность спала, и поэтому вот такая вот встреча не в Белом доме. Некоторые дипломаты говорили нам, что Запад, в частности Барак Обама, разочарованы медлительностью реформ в Украине, что они разочарованы в Порошенко, и поэтому, в принципе, произошло это охлаждение, они не хотят с ним встречаться. В том числе, устами вице-президента Джо Байдена были озвучены четкие месседжи Белого дома, когда еще Джо Байден был здесь, в Киеве, когда он выступал в Верховной Раде, всего он совершил 4 визита в Украину, и в этот раз также они встречались, и много раз, я не знаю, десятки часов они проводят с администрацией президента по телефону, и месседжи все были озвучены, и, к сожалению, в том числе, сегодняшний скандал касательно офшоров, касательно долгого увольнения Шокина, касательно коррупции в Генпрокуратуре, они не способствуют хорошему нормализации отношений и большей поддержке США и Украины, потому что коррупция на высшем уровне, в том числе в окружении президента. Понятно, по этим причинам Соединенные Штаты разочарованы, и в том числе даже заморожен очередной транш для Украины. Сегодня политика США Вашингтона по поводу Киева будет в том, что утром деньги, вечером стулья. То есть сначала вы проводите реформы, делаете назначения, и потом вы получаете финансовый транш. Продолжение следует...